Всем привет! Отвечаю на вопрос, почему песни на английском. Но в принципе, у меня ученики поют на разных языках. На английском, французском, итальянском, испанском. И то, что я с ними разбираю, я и выкладываю, потому что свежая память. И я хорошо помню их, поэтому могу быстро записать. Физически не всегда есть время записать вообще что-либо, потому что у меня то уроки, которых много, то еще какие-то дела. Естественно, вдруг выдается какое-то время. Я записываю те разборы, которые я помню наизусть. То есть я когда играю их, я не смотрю в ноты. И нот, точных именно на эти песни, которые я записываю, не всегда можно их найти, либо они платные. Но некоторые песни я выкладываю, я смотрю в ноты. Например, вот «Цветет калина», я выложила. Я смотрела ноты на одном сайте, просто сыграла в той тональности, которая была бы удобна для среднего голоса, потому что там было либо очень высоко для женщин, мужчин, либо наоборот очень низко. И я просто транспонирую на клавишах и играю по нотам. И у меня, в принципе, есть планы записать много русских песен с помощью нот или просто самой на слух то, что я подбирала. В зависимости от того, что я на данный момент буду хорошо помнить. Но есть один нюанс. Я недавно прочитала на одном известном сайте с аккордами гитарными. Им предъявили, чтобы они оплатили за то, что у них размещены песни некоторых известных исполнителей из классики русского рока, в том числе из эстрады. Естественно, они столько денег не имеют, и они удалили со своего сайта эти аккорды. И там же я узнала, что одна ютуб-блогерша тоже пела пародии на известные песни. И ее реально вот отдали в суд и оштрафовали. Конечно, там были другие причины, помимо того, что это известные песни. Потому что так-то по закону пародии не считается использованием песни, вот, как чужих авторских прав. И вообще в образовательных целях можно выкладывать. Но мало ли, что кому голову взбредет, тем более, если люди хотят вот таким образом получить деньги, могут развести и любого блогера, или любой сайт. Так что я уж на всякий случай сейчас закрыла в ограниченный доступ или удалила кого-то из тех исполнителей, о ком там была речь. Но, надеюсь, этого не произойдет, потому что я вывешиваю песни не полностью. И вот, я помню, кто-то меня просил вывесить ноты. И, может, и хорошо, что я не стала вывешивать ноты, потому что так раз ноты и партитуры, это тоже считается частью авторского права. Даже если неизвестно, точные они или нет. Ну, и, может, и хорошо. То есть я, когда делаю разбор, вы видите только меня, слышите мой голос и мелодию фрагмента, которую я играю. И так как песня не полностью звучит, то и такое. Ну, это фрагмент в обучающих целях. Надеюсь, что все-таки не дойдет до того, чтобы преподаватели и вот за какие-то разборы пытались подать суд. Потому что, конечно, очень обидно, пытаешься что-то донести, показать. А оказывается, кто-то считает, что это нарушение авторского права. Хотя в обучающих целях такого не было по закону. Вот. Такие вот подробности. Вот только вчера узнала. Может быть, я бы не особо волновалась. Просто когда знаешь, что что-то происходит прямо в этот месяц у людей, это, конечно, немножко напрягает. О том, как разбор заказать или попросить. Я обычно делаю разборы в свободное время. Например, вот одна девушка меня попросила разобрать какие-то детали в песне. Вот то, что я успела, я сделала. Она еще просила одну песню, я посмотрела эту песню. Но у меня пока не было времени, чтобы ее записать, этот фрагмент. Потому что для этого у меня должно быть свободное помещение, чтобы я никому не мешала, ну и чтобы мне никто не мешал. Иначе на видео вы услышите какие-то посторонние звуки. Вот. Ну и должно быть нормально по времени между уроками, чтобы сейчас вот-вот никто не пришел. Вот. Так что будет нормально по времени. Я попробую какой-то разбор записать. Но не буду успевать, придется подождать. Но если есть какие-то пожелания, вы можете в комментариях писать. Я видела, что вот про Пугачеву спрашивали. Достаточно известную песню. Вот. Ну, напишите. Вот как только вот получится по времени, я запишу развод. Ну все, всем счастливо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.